Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь, у нас 24 февраля. Накануне 23 числа Украина сделала то, что до недавнего времени казалось невозможным. Впервые она сбила российский самолет, в данном случае самолет дальнего радиолокационного наблюдения А-50, на расстоянии 220 километров от линии фронта над российской территорией в Краснодарском крае. Причем украинская сторона заявляет официально, что сбила только один самолет А-50, а вот частные источники, в том числе и ВЧК ОГПУ, у которого есть собеседники в российских спецслужбах, утверждают, что был уничтожен Ил-76 вместе с А-50, ну а затем буквально одновременно с ними, похоже, был ликвидирован еще и бомбардировщик Су-34, уже над оккупированной Херсонщиной. То есть, возможно, Украина за вчера уничтожила сразу три российских самолета. И самый главный вопрос, а чем же все-таки били украинцы? Накануне в своем видео я высказал предположение, что это могла быть система С-200, ну, возможно, модернизированная. И буквально через час после того, как я выпустил это видео, в сети, а конкретно у украинской правды, появились данные от вроде как источников в главном управлении разведки Украины, что это была действительно система С-200. По крайней мере, вот такую версию или информацию, если хотите, дало украинское издание со ссылкой именно на свои источники в украинских спецслужбах. Верят ли этим данные? Ну что ж, вполне возможно. Да, мы говорили почему. Давайте сейчас чуть подробнее. Речь идет, очевидно, о модернизированной версии системы С-200, так называемая система Вега. Сама С-200 старенькая, она была разработана в 60-е годы, но с тех пор неоднократно модернизировалась. В 2013 году она была снята с вооружения Украины, но в последний год вроде как ее вернули к жизни. Но какое-то время использовали для ударов по российской территории не только, собственно, международно признанной, а по вообще любым наземным объектам России. Ну, примерно так же, как Россия использует С-300 и С-400 в качестве пусковых установок класса «Земля-Земля». Ну и вот вдруг выясняется, что, вероятно, С-200 можно было бы использовать еще и как именно зенитную систему для того, чтобы применять ее на большой, действительно очень большой дальности. На дальности как минимум 250 километров. Почему я говорю про 250 километров? Ну, потому что, разумеется, украинцы не могли буквально к линии фронта подвести эту систему, чтобы достать до А-50. В этом случае им потребовалось бы как минимум отвести эту систему на расстоянии до 20 километров от линии фронта. Ну, просто для того, чтобы не подвергать ее опасности. Хотя даже в этом случае, в случае 20 километров, эта система была бы подвержена определенному риску, пусть и уменьшенному. И вот как раз дальность системы Вега – это 250 километров. Но, разумеется, это все формальные данные. Мы прекрасно знаем, насколько серьезно данные по вооружениям России в, так сказать, пабликах, да, и по документам отличаются от их реальных возможностей. Последние куда хуже, чем это описывается в какой-нибудь русскоязычной версии Википедии. Ну, и, в конце концов, трудно представить, чтобы С-200 или С-300 или С-400 оказались бы более совершенными, ну, хотя бы с точки зрения дальности их работы, по сравнению с американскими системами, с теми же Патриотами. То есть, как-то удивительно получается. Неужели Патриоты не могут бить дальше, чем 160 километров? А вот Россия сделала целую линейку систем, которые опережают Патриоты по дальности. Тут и С-200, и С-300, и С-400 особенно. Только вот я что-то не припомню, чтобы Россия, например, с помощью тех же С-400 хоть раз что-то сбивала на расстоянии больше, чем 100 километров. Кстати, мы вообще не знаем, какова эффективность С-400 на фронтах. Россия об этом умалчивает. Я думаю, не зря, потому что, опять же, реальные возможности тех же С-400 куда хуже, чем заявлены по документам. А по документам С-400, это вообще лучшая система в мире, по крайней мере, вот стратегического уровня, бьет чуть ли не на 400 километров. Еще раз повторю, ни на 400, ни на 300, ни на 200 километров С-400 ни разу никого и ничего не доставало. Украинские самолеты регулярно работают в украинском небе, запускают противорадиолокационные ракеты, те же управляемые бомбы. Далее, разумеется, Стормшеду, и как-то вот ни разу они не попали в зону поражения С-400, и это несмотря на то, что формально они оперируют вот в той зоне, на той высоте, в радиусе дальности, которая, собственно, абсолютно оптимальна для поражения системами С-400. И вот после всего этого мы должны поверить, что более старая и менее совершенная даже, чем С-300 и С-400 система С-200 может вот настолько эффективно поразить вот тот же А-50, пусть даже это и большая жирная цель. Ну, у меня лично возникают большие вопросы. Вопросы, как с точки зрения того, а чем же все-таки наводилась подобная ракета? Ну, как минимум, наверное, все-таки потребовались бы самолеты типа АВАКС, а именно от американской стороны. Но, окей, мы уже выяснили, что Соединенные Штаты в данном случае могли бы помочь именно с наведением таких ракет, да, задействовать свои АВАКС для наведения этих ракет на А-50. Но, тем не менее, и сама С-200 должна была бы использовать свой радар. Этот радар должен был бы сработать просто идеально. Но в том-то и проблема, что с идеальностью у радара С-200 большие-большие проблемы. Вот сирийцы, например, используют свои системы С-200 и что-то не видно, чтобы они были хоть сколько-то эффективно. Их эффективность в той же Сирии, в той же Ливии, да вообще во всех конфликтах, где они применялись, стремится буквально к нулю. Это статистика. Ну и, разумеется, не в последнюю очередь все это из-за несовершенства систем наведения, то есть вот этого самого радара и вот тех систем наведения, которые есть у этих ракет. Далее давайте посмотрим, а что же именно с ракетами конкретно. Ну вот, допустим, может она лететь на расстоянии до 250 километров. Теоретически в этом нет ничего особенного. Лететь-то она может. Но вот куда она летит? Давайте посмотрим, а какова система наведения у каждой вот такой вот ракеты. В принципе, существует два типа систем наведения. Это радиолокационная и инфракрасная. И вот давайте вспомним, а что мы видели вот на том видео, которое сняли очевидцы, снимавшие поражение самолета А-50 с земли. А видели мы следующее, что он начал резко отстреливать большое количество тепловых именно ловушек и в какой-то момент одна из ракет попадает в тепловую ловушку, а через 30 секунд следующая ракета попадает в сам этот А-50. Вы скажете, ну ничего здесь удивительного. То есть, собственно говоря, да, такое случается, что ракета отвлекается на тепловые ловушки. Для того эти тепловые ловушки и нужны. Но вот в чем дело. Дело в том, что на самом деле далеко не всегда и не все, а точнее, насколько я понимаю, мало какие системы ПВО используют именно инфракрасные системы наведения. Почему? Так вот, как раз потому, что от такой вот системы наведения легко защититься как раз с помощью вот таких вот тепловых ловушек. То есть, вы их выпускаете, и ракета уже промакивается. А системам ПВО нужно гарантированное поражение. Поэтому, в общем-то, во всех современных и не очень современных системах ПВО ракеты используют радиолокационную систему наведения. Я не утверждаю, что там нет инфракрасных каких-то способов, но, тем не менее, радиолокационный основной. А тут мы видим, что ракета попадает в тепловые ловушки. А какие ракеты попадают в тепловые ловушки чаще всего? А это, в первую очередь, те ракеты, которые имеют в качестве приоритета инфракрасную систему наведения. А это всегда ракеты класса воздух-воздух. И то есть, мы говорим о том, что, возможно, была запущена ракета с самолета. И вот мы приходим к следующему. Возможно, это не С-200. То есть, по крайней мере, не та С-200, о которой говорят нам украинские военные. Что же тогда может быть? Здесь следующие варианты. Ну, во-первых, я уже заявил о том, что теоретически мы можем представить себе применение ракеты класса воздух-воздух самолета. Но тогда где должен был бы работать этот самолет? Давайте представим, что у украинцев появился F-16. Ну, а мы прекрасно знаем, что у НАТО, в принципе, в арсенале нет ракет, которые могут лететь дальше, чем на расстоянии 200 километров. Именно если мы говорим о ракетах, запускаемых с истребителей. Здесь расстояние 220 километров. Значит, соответственно, F-16, если бы это был, он должен был бы работать прямо из вражеского пространства. Ведь ему нужно было бы поближе как-то подлететь к А-50. И при этом, собственно говоря, рисковать и чрезвычайно рисковать своей безопасностью в плотно защищенном вражеском пространстве. Можем ли мы себе представить такое? Нет, разумеется. Не будут украинцы рисковать своими системами F-16, которые они, ну, к примеру, вот только-только получили. Так что это точно не F-16. А тогда с какого самолета можно было бы достаточно безопасно запустить некую ракету класса воздух-воздух по А-50, работая при этом из вражеского пространства. На самом деле, такие самолеты существуют, и это стелс-истребители. Они есть только у одной, по сути дела, страны в мире. Это Соединенные Штаты Америки. Ну и как мы будем тогда на эту ситуацию реагировать? Как мы будем ее комментировать в таком случае? Что же это получается? Что какие-нибудь F-22 или F-35 Соединенных Штатов залетели во вражеское, то есть российское воздушное пространство или воздушное пространство, контролируемое россиянами, подлетели на расстояние, условно говоря, 170 километров и запустили по А-50 некую ракету, возможно, ракету, которая вот сейчас официально находится в разработке и проходит тестирование, так? Ну, то есть, вот, они протестировали ее, в данном случае, на жирной мишени. Ну что ж, это экзотическая версия. Ну, на самом деле, она не так, наверное, вероятно, но мы ее исключать не будем. Почему она не очень вероятна? Ну, потому что мы видим, что Соединенные Штаты всячески вот в этой войне стараются как бы сделать такую вот себе оппозицию, что мы ни в коем случае не принимаем прямого участия на стороне Украины. Однако мы прекрасно знаем еще раз, что американцы помогают по-другому украинцам, помогают им так, чтобы их, то есть, американцев, невозможно было бы уличить в том, что они прямо участвуют в войне, но, тем не менее, многие виды их помощи, это, по сути, прямое участие. Ну, например, когда они, опять же, Саваксов дают наведение на корабли или самолеты противника, а это точно есть, мы это знаем. Когда они дают разведданные по российским военным объектам. Без этих разведданных, разумеется, Украина не смогла бы поражать. То, что она поражает, в том числе и на дальних расстояниях. Ну, и вообще нужно понимать, что та операция против вот этого А-50, которая была приведена сейчас, чрезвычайно сложно. И многие скажут, что, возможно, Украина не смогла бы провести эту операцию в одиночку. Впрочем, опять же, мы ничего не знаем, это просто предположение. Теперь давайте посмотрим, а что, если все-таки это было что-то похоже на систему С-200. Ну, мы уже выяснили, это точно модернизированная версия, если это она. Далее, опять же, возможно, что это был гибрид. То есть, там, скажем, радар от тех же ПВО Патриот. А возможно, что и ракеты тоже гибридные, модернизированные. Кто его знает? Чем украинцы вместе со своими британскими и американскими партнерами занимались все эти месяцы? Короче говоря, то ли Франкенштейн, то ли американцы решили испытать свое новое вооружение, а украинцы вот таким образом решили прикрыть их. Но то, что мы не должны принимать все на веру заявление ГУР об С-200, это факт. Ну, почему? Ну, хотя бы уже потому, что вряд ли украинские разведчики стали бы вот прямо сейчас выкладывать перед россиянами свои главные карты. То есть, козырь. Козырь, который сейчас, похоже, заполучили украинские воины. Ведь это действительно козырь. Посудите сами. Речь идет о том, что в последние 10 дней украинцы, видимо, сбили уже 8 тактических истребителей и бомбардировщиков на линии фронта. До этого они сбили А-50 и Ил-22 над Азовским морем. И там тоже вопрос, чем сбивали-то? Ну да, 130 километров от линии фронта, но это значит, 150 километров должен был стоять ТП-3. То есть, в 20 километрах от линии фронта так подставлять такие дорогостоящие системы. Опять же, это странно. Ну и вот сейчас А-50 на расстоянии 220 от линии фронта. То есть, резко, в последние 10 дней украинцы вдруг демонстрируют просто невероятную эффективность против российской авиации. Это самый настоящий дождь из российских самолетов. Еще раз, украинцы получили некую суперсистему ПВО или что это такое, которая массово уничтожает российскую боевую авиацию. То есть, главный, по сути, сейчас фактор доминирования России на фронте. И мы видим, что этот вот фактор стремительно выбивается украинцами. Так зачем же тогда украинцам показывать, чем именно они бьют? Чтобы россияне, узнав, соответственно, вид и тип вооружения, получили для себя представление о том, каковы возможности вот этого вооружения, то есть, каковы параметры по дальности, по скорости и так далее, и сделали бы из этого свои выводы и таким образом обеспечили себе более безопасную работу? Нет. Вряд ли украинцы позволили бы себе такую роскошь, подарок для россиян в виде, по сути, раскрытия главного секрета. А, разумеется, если это действительно классическая С-200, то россияне, они знают все, потому что это они в Советском Союзе еще разработали эту систему. Они все, они знают все ее сильные и слабые стороны. А слабых сторон у нее огромное количество. Таким образом, скорее всего, С-200, о которой сказали ГУР, да, это вот, если понимать буквально, то это точно дезинформация. Я думаю, что россияне это прекрасно понимают. Но россияне не понимают другого. А что это на самом деле такое? То есть, а до каких пределов они на самом деле могут летать? Уже не говорим про украинское воздушное пространство, в том числе над оккупированными территориями. Россияне сейчас пытаются понять, а где над своей территорией они могут работать? Ну вот, в частности, самолетами А-50. Потому что, ну, смотрите, что получается. Вот сбили украинцы самолеты А-50 и Ил-22. Но Ил-22 каким-то образом дошел все-таки до аэродрома, хоть и подбитый. На расстоянии 130 километров от линии фронта на побережье, или у побережья Азовского моря. Тогда, хотя и в частных телеграм-пабликах России распространялась довольно нелепая информация о том, что это работа российской ПВО, вопреки тому, что говорили украинцы. Но это понятно, что никем всерьез в российских кругах, именно кругах военных, не воспринималось. Потому что все прекрасно понимали. Это ударили украинцы тогда. Но, тем не менее, россияне не понимали, чем именно ударили украинцы. И, соответственно, они сделали один единственный вывод, возможно, в этой ситуации. Это то, что работали Петриот. И мы такой вывод сделали. Хотя, еще раз говорю, это уже тогда было странно. Слишком странное расстояние получается. Вряд ли, я считаю, украинцы стали бы рисковать так Петриотами. Ну да ладно. Других-то версий никаких не остается. По крайней мере, если опираться на открытые данные. Потому что у украинцев-то нету официально никаких таких систем, способных бить дальше, чем на 160 километров. Ну и вот, исходя из этих данных, россияне начали работать осторожно. Им пришлось убраться подальше, теперь уже от побережья Азовского моря. Им теперь приходится, или приходилось, по крайней мере, как мы видим, до недавнего времени, работать аккуратненько на расстоянии, ну, примерно 200 километров от линии фронта. То есть, буквально с российской территории. Почему они туда ушли? Потому что они думали, что там Петриота их не достанут. И вот, сделав эти выводы на неверных данных, россияне как раз попались. А кто сказал, что они сейчас верные выводы из этой ситуации сделают? Но вот сейчас они будут осторожны. Сейчас они будут думать, а можем ли мы, например, работать с имми А-50 на расстоянии 300, 400, 500 километров от линии фронта. Враг, получается, оказался в ситуации неопределенности. Для него это чрезвычайно неприятная ситуация. В том числе и потому, что даже по российским документам максимальная дальность именно радиовозможностей А-50 это 600 километров. Да и то именно по тем целям, которые являются действительно крупными, буквально стационарными. А вот, например, выявлять ракеты, скажем, летящие со стороны Украины по российским военным объектам. Этот А-50 по документам, опять же, может выявлять максимум на расстоянии 250 километров. А теперь, опять же, вспоминаем, что реальные возможности российского вооружения намного хуже, чем то, что описывается в документах и в той же русскоязычной версии Википедии и в том же военном обозрении. То есть, возможность, что эти параметры работы куда хуже, намного хуже, чем то, что описывается официально. То есть, это, скажем, может быть не 250 километров, а 100 километров. К чему это? А к тому, что на самом деле вполне возможно, что теперь российские А-50 вообще не смогут помогать российской военной машине. Потому что, если они на самом деле не видят ни на 600, ни на 250 километров, если они видят, например, на 100-150 километров максимум, то, ну, в этом случае, конечно, они обречены, они просто ничем не смогут помочь российским вооруженным силам. Они не смогут обеспечивать, собственно, выполнение вот тех задач, для которых они и работали близко к линии фронта. Кстати, а задумывались ли вы, почему эти самые А-50 так близко к линии фронта подходили, буквально на расстоянии 100 километров? Ну да, они думали, что они в безопасности, но дело не в этом. Если они, правда, могут видеть на 600 километров, то зачем тогда им так близко подходить-то к тем позициям, где могут оказаться те же самые патриоты? Значит, делали они это совершенно вынужденно. А это означает, что вот то расстояние, на котором был сбит А-50, для россиян теперь уже под запретом. А все, что дальше, это уже, грубо говоря, бесполезная зона. Короче, возможно, что только что украинцы полностью, ну, можно сказать так, выкололи глаза россиянам. Лишили их возможности использовать свои воздушные радары. Это очень и очень хорошая новость. И, конечно, мы можем сколько угодно рассуждать о том, была ли это С-200 или это были какие-то другие системы. Могли ли украинцы внезапно в условиях войны под постоянными обстрелами доработать эту самую Вегу до состояния, когда она способна была бы сбивать вот на таком расстоянии, так точно, так эффективно, самые разные российские самолеты? Я уверен, что эта система не впервые была применена, но факт остается фактом. Россиян изгнали за пределы, собственно, не просто даже линии фронта в плане авиации, в том числе разведывательной авиации. Россиян изгнали далеко за международно признанные российские границы. Теперь россияне не могут себя чувствовать в безопасности. Нигде, даже на своей территории. О последствиях мы говорили вчера, подробно в нашем видео. Ну, а сейчас я могу только сказать следующее, что молчание Министерства обороны России и главаря режима Владимира Путина более чем красноречивы. И это ведь не только по поводу вчерашнего А-50, они до сих пор ни слова не проронили, несмотря на то, что, собственно говоря, все это, я имею в виду, вот этот А-50 буквально рухнул на голову местным жителям. Тут ведь еще интересно и то, что ни Путин, ни Министерство обороны России не признает вообще никаких сокрушительных потерь, которые украинцы в стратегическом плане нанесли россиянам в последний месяц. Ни два потопленных российских военных корабля, один военный катер, а второй большой десантный корабль. Ни по поводу потери вот этих семи или восьми тактических истребителей, это при том, что даже частные телеграм-источники признают потерю двух Су-35. Ни по поводу, ну, естественно, вот этих вот полигонов, где были уничтожены десятки, даже сотни российских военных, по которым прилетали ракеты Хаммерса. Ну и вот этот вот опять же А-50 вчерашний. Ничего, молчание, как будто и нету этого. Почему это происходит, всем очевидно, но помимо этого есть и техническая причина. Вот представьте, что все-таки Министерство обороны признает потерю всего, что и перечислил, в том числе вчерашнего А-50. Только представьте себе, ведь информационные агентства Кремля, Интерфакс, Реановости, ТАСС, они обычно в таких случаях просто обязаны давать такую информацию. Если Минобороны заявляют, то те должны ее распространить просто автоматически. Это невозможно иначе. Не может быть так, что ведомство Сергея Шойгу выходит и говорит, мы потеряли вот такой-то, такой-то самолет. А Интерфакс, Реа, ТАСС и прочие-прочие от России-24 до Царьграда вдруг молчат и как воды в рот набрали. Они должны будут осветить эти новости, они потом должны будут как-то их комментировать. И что самое главное, все это, разумеется, польется и в уши, и в глаза российскому народонаселению, которое внимательно, на самом деле, следит за тем, как развивается вот эта война. И они следят перед экранами 23 февраля, выпивают, и тут им приходит вот такая вот новость по телеэкрану. Ну, то же самое касается и всех предыдущих, да, кораблей, самолетов. Разумеется, этого Министерство обороны России допустить не может. Этого не может допустить Владимир Путин. Ведь он готовится к выборам, ведь ему нужно показать как можно больше побед. А тут поражение за поражением, все позорнее и поразорнее, все унизительно и унизительно. Уже над российской территорией сбивают так называемый передовой российский летающий радар, каковых у России осталось на самом деле три штуки или даже две, потому что это А-50У. Остальных, простых А-50, осталось всего тоже три или четыре, но они бесполезны, собственно, для выполнения передовых разведывательных задач. Только А-50У пригодны для этого. Ну и, конечно, особенно забавно все это выглядит в контексте того, что Владимир Путин буквально 21 февраля объявлял со сцены, что только что воздушно-космически, простите меня, силам России была передана икона или что это такое, образ спаса нерукотворного. Вот он должен был спасать ВКС России, но, как мы видим, не до того, как был преподнесен этот замечательный подарок ВКС России, не после того, как он был преподнесен, ничего не поменялось. Как до этого падали российские самолеты, так и после этого они продолжили падать. Короче говоря, все это в действительности не просто позор и унижение для российской военной машины, для российских ВКС и, между прочим, для российского военно-морского флота, но это еще и один очень, очень большой анекдот. И тем, так сказать, болезненный этот анекдот выглядит, что происходит это все в сакральный для российского режима день. День так называемого защитника Отечества, а в действительности терзателя своего и иностранных народов. А также, конечно, на вторую годовщину вот этой ужасающей войны выясняется, что вместо Киева за три дня Россия получает один за другим падающие, дефицитные, ну и сверхдорогие, на самом деле, для российского бюджета, высокотехнологичные средства. Средства, которые являются штучным товаром буквально, как, собственно, и экипажи этих средств, о чем мы говорили. Ну и вот сегодня новость, оказывается, на вчерашнем А-50 погибли все 10 членов экипажа. А это, как, опять же, мы и подчеркивали с вами изначально, очевидно, высококлассные специалисты, и их статусы подчеркивают, насколько они важны. Из этих 10, 5 майоров, несколько капитанов, лейтенант, прапорщик, все они погибли. Погибли люди, в которых были вложены огромные деньги. И огромное время, время подготовки, сначала теоретической, потом практической. Огромная боль и утрата для российских ВКС. Поздравляю, украинцы, большое вам спасибо. Спасибо в том числе и за ту невероятно тонкую информационную игру, которую мы прямо сейчас наблюдаем. С-200. Пусть так. Верим. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь в Ньюсейдер. Напоминаю, у нас в начале февраля открылся партнерский проект. Англоязычный канал Plants and Strategies. Кто любит смотреть ролики на английском, пожалуйста, переходите по ссылке в описании к этому видео. Канал, рассказывающий о битве демократии против автократии за будущее человечество. Можете подписаться, за что буду очень благодарен. Далее в описании к видео ссылки на ресурсы, через которые можно помочь нашему каналу. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. Ну и суперспасибо от YouTube в виде кнопочек с сердечками под каждым нашим видео. Далее я также призываю помочь президентской бригаде ВСУ, а конкретно двум батальонам, переведя средства на счета Литовского фонда из Швейсоцкорей. Официальное название Peace for Ukraine. Это ребята, которые как раз и возят из Литвы в Украину вот то оборудование, на которое мы собирали в прошлом году средства. И собрали, кстати, всего 250 тысяч евро. Кто следит, знает, что я и отчитался за все эти 250 тысяч евро. О чем я уже говорил, документы показывал. Но неважно, сейчас мы собираем именно на счета этого фонда. Обратите внимание, не мои счета, а именно счета вот этого фонда. То есть хотите помочь на дроны и пикап, пожалуйста, именно фонду Швейсоцкорей. Далее, ну и последнее. Конечно, призываю подписать петицию в пользу того, чтобы были конфискованы, наконец, у России, заморожены ее средства, около 300 миллиардов долларов, и переданы, конечно, на нужды Украины. Петицию подписали, по последним данным, почти 150 тысяч человек. Так что большое спасибо всем, кто это сделает, кто помогает ВСУ. Ну и отдельная благодарность каждому, кто помогает Ньюсейдеру, потому что благодаря вашей помощи, друзья, наш канал продолжает свою работу. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok